Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала МедиАнформ. Программа мы с Михаилом Кацином. Мы с удовольствием представляем вам Николай Карлович Асвенидзе, известного российского журналиста. Здравствуйте, Николай Карлович. Добрый вечер. Николай Карлович, большое вам спасибо, что согласились выйти в эфир телеканала МедиАнформ. Это ваше второе интервью нам, мы это очень ценим. Николай Карлович, вот сразу переходим, что называется, к делу. Вот то все напряжение, которое сейчас между Украиной и Россией, признание Владимиром Путином и Государственной Думой о независимости временно оккупированных территорий отдельных районов Луганской и Донецкой области. Насколько для вас оно было ожидаемо, это решение? Я читал ваш пост на «Эхо Москвы». Он достаточно печальный, потому что, как я понимаю, вы предполагаете, что в скором времени нас ждут серьезные, даже кровавые события. Насколько, Николай Карлович, ситуация серьезная, на ваш взгляд? Ну, мы все видим эту ситуацию. Я думаю, что здесь уже вопрос интерпретации. У меня не больше информации, чем у вас. Мне кажется, что, исходя из текста обращения нашего президента Владимира Путина, оно было эмоциональное, жесткое, предельно. И мне так кажется, что, в общем, на признании независимости Луганской и Донецкой областей наше руководство может не остановиться. А если так, если будут введены войска, если будут столкновения неизбежные, поскольку признана территория, выходящая за рамки той, которую сейчас реально контролирует Луганское и Донецкое руководство, не признанной никем, кроме России, то, в общем, значит, неизбежный бой, столкновение между российскими и украинскими войсками и кровью. Это меня и печально. Николай Карлович, вы все время записали исторические хроники, даже издали несколько томов исторических хроник, но два из них у меня точно есть, в свое время я читал. Не кажется ли вам, что у вас появился вот такой прямой конкурент, который озадачился вопросами истории, Владимир Владимирович Путин, ибо свою речь позавчерашнюю он посвятил как раз вопросам истории. И вот у него какие-то постоянно чувствуются фантомные боли по поводу Владимира Ильича Ленина. Он постоянно, значит, борется виртуально с Лениным и даже умудрился назвать нынешнюю Украину проектом Владимира Ленина. Вот как вы относитесь к этим историческим элиссенциям, звучащим от господина Путина? Я сразу прошу вас меня понять. Здесь есть один этический вопрос, который понял еще Пушкин Александр Сергеевич. Я вот это фондер жестко и откровенно выражаю свою позицию. Кстати, на внутренней аудитории я не могу обсуждать своего президента, разговаривая с вами. Поэтому здесь я буду более нейтрален. Я считаю, что да, вот интерес нашего президента к истории, он имеет, скажем так, негативные стороны. Я так сформулирую, потому что он не историк, он юрист и политик. Вот этот вот интерес к истории, он побуждает его к некоторым действиям, очень опасным на самом деле, потенциально, да это уже реально. Вот порой на этом я остановлюсь. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, вы в свое время общались очень много с представителями российской правящей элиты, вы, если не ошибаюсь, записывали фильм к 70-летию Бориса Николаевича Ельцина уже после того, как Борис Николаевич покинул пост президента. Было дело. Если сравнивать отношения вот к Украине, тогдашнего российского руководства и нынешнего, вот они сильно, это отношение сильно отличается, на ваш взгляд? Ну, день и ночь, день и ночь, конечно. Вообще они сильно отличаются. Сильно отличаются личности двух руководителей России, сильно отличаются режимы, имя созданное. Сильно отличаются их отношения к окружающей действительности, к миру вообще. Они очень разные люди, очень разные для разных стран. Россия при Ельцине и Россия нынешняя будет. Очень разные. Даже трудно сравнивать. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, если все-таки, вот не приведи Господь Вог, но будет широкомасштабная война между нашими странами, как это повлияет на эволюцию режима, политической ситуации в России? Ведь не секрет, что каждая война, она, безусловно, влияет на внутриполитическую ситуацию. Можно вспомнить Первую мировую, как она повлияла на ситуацию в России. Можно вспомнить Афганскую войну. Можно вспомнить даже две чеченские войны, как они повлияли на российский политический режим 90-х годов. Как широкомасштабная война с Украиной повлияет на эволюцию политической ситуации в России? Знаете, как говорится, не дай бог. Мне даже не хочется думать о том, что такая война возможна. Но если это все-таки произойдет, это будет иметь катастрофические, кошмарные последствия и для Украины, и для России, несомненно. Это будет страшная роковая ошибка. То есть больше, чем преступление, как говорил Толерант. Николай Карлович, вот мы увидели, собственно, вот как быстро Государственная Дума поддержала решение Владимира Путина по признанию вот этих вот оккупированных территорий. Вот что, на ваш взгляд, сейчас может теоретически повлиять на позицию господина Путина? А ведь всю риторику, которую мы слышим в последнее время, это риторика, обращенная к Соединенным Штатам Америки, и Путин словно не видит Европу. И создается впечатление, что с уходом Ангела Меркель Европа, в принципе, потеряла какой-то интерес и авторитет в глазах Путина. Вот есть ли сейчас какой-то человек на политической карте Европы, который мог бы набрать трубку и позвонить Путину, и Путин с ним не просто будет говорить об истории, а будет конкретно говорить о деэскалации конфликта. На ваш взгляд, есть такой сейчас человек в Европе? Я боюсь, что нет. С Джонсоном говорить точно не будет, потому что у них испорчено отношение. С французским руководителем может, но он его, по-моему, не очень высоко ставит Путин, потому что мы видим, что у них разговор был отбиратный. Какая-то система договоренностей, как мне кажется. Они же очень долго-долго говорили. И после этого последовало признание Донбасса. Здесь Шольц, немецкий руководитель, и потенциально представляется очень сильным человеком. Он пока что очень мало пробовал у власти, у них еще не сложились отношения никакие с Путиным. Ни хорошие, ни хорошие, ни плохие. Поэтому я думаю, что одного такого человека в Европе сейчас нет, в Европе, который мог влиять на Путин. Я вообще сомневаюсь в том, что у него, возможно, повлиять. Упирать на Байдена, но уверенности в этом нет. Николай Карлович, вот сейчас мы уже примерно понимаем, за последние годы, куда эволюционировали российско-украинские отношения. И я хорошо помню, с чего все началось. Это с отзыва посла Зурабова, еще президента Медведевым. Это было летом, в августе 2009 года. Тогда были очень напряженные отношения с Россией на фоне того, что Украина выступила против оккупации Южной Осетии и Абхазии, ну, скажем, поддержки сепаратизма этих регионов со стороны России. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, стало этим триггером, который просто кардинально изменил взаимоотношения наших стран? Как вы считаете? Я думаю, что события, связанные с уходом Януковича, с политической арены, вот эта вот киевская, скажем так, киевская весна, события украинской революции, которые были восприниманы президентом Путиным, как государственный переворот, как он его называет, причем организированный Западом в его глазах, после чего было присоединение Крыма к Российской Федерации. Вот это вот, то есть первый шаг уже необратимый стороны российского руководства. Мне кажется, что это вот послужило триггером, там события в Киеве. Они были восприняты, я думаю, двояким образом, как вмешательство Запада, чтобы Путина крайне разозлила, никак определенное, так сказать, уважение того, что может быть у нас в России. Николай Карлович, я вот так же, как и вы, смотрел заседание Света Безопасности России, и, конечно, я думаю, что всем бросилось в глаза, собственно, ну, та атмосфера, да, которая вот царила, ну, в лучших традициях, ну, светской системы, да, когда, понятно, это была публичная история, но я уверен, что из-за закрытыми дверьми нет сейчас человека, который мог бы, там, перечить Путину и спорить с Путиным. Вот объясните мне, Николай Карлович, а почему, ну, такие люди, да, вот, ну, как, например, Анатолий Борисович Чубайс, как Татьяна Борисовна Диченко, как Валентин Юмашев и ряд других людей, которые, на мой взгляд, все-таки, ну, имеют доступ к Путину, они не пытаются остановить Путина от того, что, ну, Путин затеял и практически уже реализует. На ваш взгляд, почему эти люди не пытаются ничего сделать? Ну, названные вами люди, я думаю, сейчас не имеют возможности это сделать. Говорят, они не имеют доступ, но доступ не гарантирует до значной степени влияния. Понимаете? Я тоже иногда раз в год имею доступ. Мы встречаемся с Путиным в Совете права большего человека, но это ничего не значит. Я думаю, что у них просто реально такая возможность отсутствует. И тут вопрос другой. Почему те люди, которые присутствовали на Совете Безопасности, все единодушны? Те, кто был в Думе, депутаты, которые сразу говорят, все единодушны проголосовали. Вот это, конечно, это... Я бы сказал, мне не нравится, потому что... Мне вообще не нравится представить вопрос по вопросам единогласное голосование. Оно будет нам еще не искренность. Да, это любопытно наблюдать, особенно когда партия «Новые люди», это партия, которая попала недавно в Госдуму вместе с ее председателем Андреем, вместе с ее председателем Алексеем Нечаевым, не путать с Андреем Нечаевым, бывшим министром экономики России. Так вот, эта политическая партия тоже проголосовала за признание вот этих временно оккупированных территорий. Это вообще любопытно, да? Вроде как новая партия, хотя ручной проект, понятно, но все равно. Николай Карлович, скажите, пожалуйста, вот если посмотреть на российское телевидение, Алексей Навальный опубликовал блог на сайте «Эхо Москвы», где говорит о том, что целыми днями, наблюдая за российским телевидением, он не видит ничего там, кроме Соединенных Штатов Америки, Европы и Украины. Вот насколько российское телевидение, на ваш взгляд, остается эффективным инструментом в руках российской власти и насколько все-таки по-прежнему российское общество внимает тому, что оно слышит телевидение? Не дошло ли российское общество до ситуации советского, когда, ну, в позднесоветские годы при Брежневе, мне кажется, хоть я и не жил в то время, но люди уже четко понимали, что то, что они слышат по телевизору и реальная жизнь, они диаметрально расходятся? Вы знаете, я в то время жил уже довольно давно и должен с вами немножко поспорить. Да, на уровне как бы открытого сознания говорили, нет, ну что по телевизору, да не верю ни черта. Но все равно это вливалось в мозг. Человек мог думать, что он не верит, но верил, он проникался тем, чем с экрана. То же самое происходит и сейчас. Конечно, люди думающие, среди которых очень много людей относительно молодых и вообще молодых и с высшим образованием просто не смотрят телевизор. Те, кто смотрят, они ему верят. Даже если им кажется, что они верят. Поэтому это многомиллионная масса россиян. Многомиллионная это основа избирателей, нашего руководства основа избирателей Путина. Они продолжают верить тому, что они слышат. В этом нужно давать себе отчет. Николай Карлович, вот сейчас мы записываем это интервью фактически за несколько дней до очередной годовщины убийства Бориса Фимовича Немцова и записываем это интервью как раз в канунное десятилетие окончания масштабных протестов в России, которые начались в Болотной площади, когда еще был президентом Дмитрий Медведев. А на ваш взгляд спустя 10 лет вы очень опытный человек, очень опытный историк. Что в тот момент не хватило оппозиции? Ну вот в чем была ошибка? Почему не удалось повернуть развитие политической системы России в другое русло? Не было никаких ошибок. не было шанса ни одного. Сколько было по народу? Ну хорошо. Ну 60 тысяч. Ну максимум. Для этого нужно 600 тысяч, чтобы напугать власть, чтобы повернуть историю в каком-то более адекватном направлении. даже не пахло этими цифрами. Просто тогда власть дала возможность немножко спустить пар после убийства Бориса Немцова и все. Весь контроль был у нее в руках. Кстати, по поводу Бориса Немцова здесь, конечно, есть большой вопрос тоже к нашему президенту, потому что он говорил в своем выступлении, что по поводу трагедии в вашем городе в Одессе, что будут найдены и отданы под суд убийцы. Обязательно будут найдены. Так вот, мне хотелось бы, конечно, чтобы были также найдены и отданы под суд реализованы убийства Бориса Немцова. Вы знаете, Николай Карлович, вот в Одессе, например, многие восприняли этот пассаж Владимира Владимировича Путина как прямую угрозу и прямой намек к возможной оккупации, попытке оккупации Одессы со стороны Владимира Путина. Видя Путина произнес тоже еще одну фразу, что вы там занимаетесь декоммунизацией, боретесь с памятниками Ленина, ну я вам, мол, покажу декоммунизацию. И поэтому вот в Одессе это так истрактовали, я вам скажу. Ну, к сожалению, я должен сказать, что основания для такой трактовки есть. Я это так же трактовал. Тем более, что перед этим Путин говорил о том, что на Украине может быть создана, я говорю на Украине, потому что это моя привычка просто, в этом нет неуважения к вашей стороне, что на Украине может быть создана атомная бомба, и этого никак мы не можем допустить. На Украине могут быть натовские войска и ракеты на расстоянии очень опасного к России. все это наводит нам в том, что в голове у нашего области вариант дойти до Киева. Николай Карлович, вы давно знаете Владимира Путина, неоднократно с ним лично общались, и согласны ли вы с утверждением Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», который на вопрос не устал ли он от работы главным редактором сказал, что он не устал, поскольку вот за последние 20 лет он перед собой уже видит четвертого Владимира Путина, за которым интересно наблюдать. А вы, Николай Карлович, увидели четвертого Владимира Путина и вообще вот Владимир Путин образца условно 22-го года и Владимир Путин образца 22-летней давности? Это четыре разных человека? Ну, я не знаю, четыре, восемь, один, играть цифрами я не готов, но 20 лет назад я достаточно в общем скажем так регулярно общался с Путиным, сейчас этого нет, поэтому сравнивать личное впечатление сложно, но по его действиям мы видим, что он сильно изменился, сильно изменился, но это 20 лет практически неограниченной власти, кого хочешь изменят. еще 20 лет, еще 20 лет будет еще один человек, вряд ли лучше, ныне, потому что абсолютная власть портит, абсолютно развращает. Николай Карлович, я не общался, вот в отличие от вас с Владимиром Путиным, но я читал книжку от первого лица, которая была подготовлена аккурат к началу избирательной кампании Владимира Путина, собственно, тогда еще была традиция, как в свое время господин Юмашев помогал Ельцину в написании его книг, которые служили в том числе как промоцией, продвижением Бориса Николаевича, так вот у Путина, Путину помогли написать книгу в форме интервью от первого лица. И у меня создалось впечатление, что 22 года назад вот того мракобесия, которое мы еще слышим от Путина, его не было, а Путин был во многом, скажем так, евроатлантически ориентированным человеком. Вот объясните мне, почему вот 22 года и разворот на 180 градусов? Я думаю, что здесь два фактора. Он мне тоже казался вполне евроориентированным, не евроатлантическим. Просто он был такой, в общем, вполне себе готовый повернуться лицом к Европе политик. Два фактора, на мой взгляд. Первое, это неограниченная власть, о чем я уже говорил. А неограниченная власть, она не не склоняет к европейской цивилизации. Это вещи несовместные, неограниченная власть и Европа. Их трудно совместить. Поэтому, чем больше неограниченная власть, и привычки к ней, тем меньше тяги к Европе. И второе, это то, что он был не принят как бы в семью, как ему кажется, во всяком случае, я думаю, не исключаю, что для этого есть основания. Не, 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 он был принят как бы в семью европейских народов. О чем он сказал в своем выступлении, когда он как бы вспомнил свой диалог с Клинтоном. Я имею в виду западные, конечно, народы. Он просился, вроде бы, как в НАТО, сделал запрос и получил отлуп реальный. То есть это вызвало у него, я думаю, какие-то обиды личные, и он человек эмоциональный вызвал какие-то обиды. Николай Карлович, безусловно, вот ретроспективно очень сложно делать какие-то выводы и вот я думаю, что может быть еще рано, должно пройти время, но тем не менее, вот, ну, российская политическая система эволюционировала так, как она эволюционировала. И, конечно, наверное, было много Рубиконов, вот, когда ситуация, да, вот могла пойти по-разному, да, но вот мне почему-то кажется, поправьте мне, если я не прав, что, ну, главной ошибкой стратегически Ельцина был разгон Верховного Света в 93-м году, ведь, если мы, например, сравним ситуацию в России в политической системе и в украинской политической системе, можно критиковать, можно говорить о коррупции, о чем хочешь, но, как факт, у нас за это время поменялось шесть президентов и постоянно меняются составы Верховной Рады. Да, со своими проблемами, много этих проблем, но власть меняется. В России же власть монолитная, она зацементирована. Не кажется ли вам, что все-таки стратегически, да, в 93-м году понятно, что Верховный Свет, который был тогда, это был опасный Верховный Свет для реформ, для демократии, но разгон Верховного Света стал одним из гвоздев в крышку гроба демократическим процессом. Как вы считаете? Я был тогда очень близок к, я бы сказал, к эпидементу событий. Поверьте мне, это не так. Это не так. В любом случае, я уверен в этом. События развивались таким образом, что мир между президентом и Верховным Светом был невозможен. Могла победа только одной стороны, только одной. Победил президент. Сохранитель Верховного Свет это был путь к гражданской войне. Ельцин избежал. И, кстати, избежал репрессий. Он разогнал Верховный Свет, но никого не тронул. Лидеры бунта, такие как Рудской, после этого занимали губернаторские посты. Это, в общем, в пользу, конечно, Бориса Николаевича Ельцина. Я думаю, что здесь претензии к нему избыточны. Просто сама картинка расстрел Верховного Совета была крайне негативной. Но, по сути, он делал то, что должен был сделать как лидер России. Николай Карлович, последний вопрос, который я вам хочу задать. Он связан с Владиславом Юрьевичем Сырковым, в прошлом первым руководителем, первым заместителем руководителя администрации президента России, потом вице-премьером правительства России, потом снова заместителем руководителя администрации. Вот он недавно опубликовал статью, вы, наверное, обратили на него внимание, где он говорит о похабном мире. Он как бы идет отсылка к похабному миру, который один известный деятель считал Версальский мир. Скажите, Николай Карлович, насколько сейчас Брестский мир, Брестский мир, Брестский мир, да. Вот в какой степени на ваш взгляд вот эти вот идеи, да, вот они реально овладевают Владимиром Путином и в какой степени Владимир Путин, на ваш взгляд, вот верит в то, что он говорит. Потому что одна история, когда ну вот под некие шаги, некие действия подгоняется теоретическая аргументация, а совсем другое, когда шаги подгоняются под некие теоретические воззрения. На мой взгляд, второе, намного опаснее, а второе уже попахивает верой и неким фанатизмом, который вытекает из веры. Вот как вы считаете, насколько вот эти вот идеи, идеи, скажем, пахабного мира, идеи России, у которой забрали территорию, насколько эта идея овладела реально Владимиром Путином? Я разделю ваши вопросы с ответом на две части. Отношение Владимира Юрьевича Суркова и отношение Владимира Путина. Сурков талантливый, умный человек, но он, я думаю, сейчас не имеет серьезного влияния на события в Кремле и на мировоззрение Путина. его статья это его статья, это как бы его самовыражение. Теперь, если мы перейдем к Путину, то он часто говорит вещи, которые он говорит только чтобы скрыть свои мысли. Он из тех людей, которые считают, что язык дан, чтобы скрывать свои мысли, не для того, чтобы их выражать. Это так. Но в данном случае, когда речь идет о его историческом правоззрении, говорит то, что думает, на мой взгляд. Я вижу эмоциональность. Он говорит то, что думает. Он действительно верит в то, что он говорит. Украина фактически не имеет права на свою государственность. Боюсь, что он в этом уверен. Николай Карлович, большое вам спасибо за то, что вы дали это интервью. На самом деле, это очень важно. Я понимаю, что политическая ситуация напряжена. Я вам хочу сказать, что не все соглашаются дать интервью. И тем более, не все соглашаются выражать свою позицию публично. И большое вам спасибо. Это особенно дорого, то, что вы выражаете вашу позицию публично в России. Кто хочет, может послушать ваше выступление на Эхо Москвы и почитать ваши публикации. Вы однозначно в своих оценках у себя внутри страны. И это особенно дорого, потому что... вы это делаете. Есть еще радиостанция Серебряный дождь. Да, и на радиостанции Серебряный дождь очень важно, что вот особенно во время, которое сейчас в России, когда многие боятся выражать действительно свою мысль, свою точку зрения, вы это делаете. И спасибо вам большое, что с пиететом относитесь к Украине и у себя в стране говорить о пагубности вот тех процессов, которые происходят в России по отношению к Украине. Большое спасибо, Николай Карлович Сванидзе, известный российский журналист, историк. Спасибо вам большое, Николай Карлович. Спасибо вам за приглашение. Я желаю всем вам мира, дорогие друзья. Спасибо большое, Николай Карлович. Сванидзе, известный журналист, историк. Здравствуйте, Николай Карлович. Добрый вечер. Для зрителей я напомню, что вы можете подписаться на этот канал, пожалуйста, ставьте лайки, так работает ингрид в YouTube, он продвигает только те видео, которые пользуются популярностью, поэтому, пожалуйста, больше лайков, комментариев, тогда видео будет расти в рейтинге в YouTube. И также я напоминаю, что вы можете донатить, поддерживать канал путем донатов на PayPal. PayPal он доступен абсолютно всем в любой точке мира, так что, пожалуйста, вы же мои друзья, вы можете поддержать канал. Николай Карлович, спасибо, что согласились отдать это интервью и вот сразу, что называется, к делу. Вот прошел практически год с момента начала противостояния между Россией и Украиной. Насколько это противостояние изменило вашу страну? очень сильно, радикально, по многим направлениям. Конечно же, это сложно сказать, по каким именно и насколько, но страна по многим другая гораздо хуже, страшнее, чернее, мрачнее, бесперспективнее, стыднее, чем была до того. Это если в целом. Николай Карлович, вот мы наблюдаем в последнее время такую борьбу под ковром. С одной стороны, есть некая официальная власть, которая представляется в лице Лапина, Герасимова, есть неофициальная власть, то есть человек, который претендует на определенное место в обществе, на определенное место в публичной политике, это Евгений Пригожий. И мы видим, что постоянно вот эти две власти, да, вот это формально и неформально, они борются между собой. Была первая чеченская война, которую вы очень хорошо помните, очень неоднозначно, очень сложная, которая тоже изменила развитие вашей страны. почему в тот момент не возникало альтернативного центра влияния, как такие, как Челкова, например? Страна была другая. Это были 90-е годы, это был Ельцин, это была страна гораздо более свободная, гораздо менее центритарная, даже не авторитарная. Просто-просто другая страна, другие реалии, другая война, все другое, сразу же не единственное, просто некорректно, на мой взгляд. Страна была красная и круглая. В какой-то степени, ведь первая Ченская война, она изменила вектор России, пришли совершенно новые люди в команду Ельцина, по-другому абсолютно проходили вторые выборы Ельцина, возможно, если не Ченская война, он бы и не остался президентом, то есть он бы, может быть, ушел после первого срока, учитывая свое состояние здоровья, а может быть, сложилось и по-другому, и в принципе, были другие люди власти, как бы эта война, она перетасовала людей во власти, прошли новые выборы, и вектор страны пошел в конечном счете в направлении прихода к власти Путина. Не кажется ли вам, что... Я все-таки с вами согласен, в чем-то нет, потому что мы сейчас можем долго обсуждать события 25-летней давности, 5 лет будет конструктивно, на мой взгляд. Николай Карлович, это очень специальные события, которые у нас из-за Ричерска удалены. Николай Карлович, Владимир Путин на прошлой неделе выступает перед ветеранами, перед блокадниками осажденного Ленинграда, поскольку было 80-летие, достаточно серьезная годовщина, он как бы заявил о том, что Ленинград блокировали представителей многих европейских народов. То есть очевидно, что Владимир Путин пытается каким-то образом притянуть исторические факты на сегодняшние свои цели. Насколько ему это удается, если мы говорим о общественном мнении России? Во многом удается, хотя, конечно, это вилами на воде пистом, потому что вообще главная часть идеологема, режима, это потянуть ниточку между нынешней войной и Великой Отечественной. Вот сейчас Великой Отечественной войны на два. Снова против нас вся Европа. У нас не было всей Европы тогда, во-первых. Европы не было, во-первых. Вместе с Гитлером она была захвачена. При успехе можно сказать, против нас воевала Украина. воевали те в районе России кто-то были захвачены Гитлером. И дошел до Волги. Значит, что? Все, что до Волги воевало против нас, это неверно. Это тезис притянул за уши. Но, тем не менее, это за уши. Он в нашей стране встречает природное понимание, вся идеологическая установка и режим. Внимание, почему? Потому что нужно во что-то верить. Люди верят во все, что им говорят с экрана. Во все. Потому что ситуация хреновая. Знаете, тяжелая война держится уже жизнь. Но в этой ситуации мобилизация власть нечает успех. когда нужно дозврат в этом отчет своего рода законовский синдром. Николай Карлович, вы знаете, я прочел статью в Moscow Times. Это достаточно известная англоязычная газета, которая очень давно издается в России. Она направлена для наших зрителей, говорю, все-таки на англоязычную. Она была популярной. Время была популярной это очень. Так вот, в Moscow Times шокирующие для меня данные. Оказывается, после введения санкций против России и демонстративного бойкота, казалось бы, западным бизнесом России, после всего Россия покинула внимание только 8,2% от всех компаний, которые были в России до 24 февраля предыдущего года, или в абсолютных величинах 120 компаний с тысячи западных, которые были на российском рынке. Вот эта политика двойных стандартов, эта политика двойных стандартов, она ли взрастила нынешнюю ситуацию и Путина была нынешняя трансляция? Да нет, да нет, это отдельная сторона, отдельная проблема в смысле Запада. Проблема серьезная, многосторонняя, но не она растила, войну не она растила. Путин плод, продукт внутренней жизни России, несомненно, не мы же народ, наше собственное явление, Путин наше родное собственное явление, это так. Николай Карлович, знаете, я в свое время читал протокол, стенограмму встречи, которые были между Ельцином и Клинтоном, вы знаете, они были опубликованы какое-то время назад в России и там неоднократно Ельцин обращался к Клинтону с просьбой не торопить расширение НАТО на восток, не торопить включение стран бывшего СЭВа и Балтийских государств состав НАТО, потому что цитата близко к контексту общественное мнение нас не поймет, то есть условно Россию. Почему, на ваш взгляд, почему, на ваш взгляд, Ельцин не решался пойти против общественного мнения, которое в общем и целом было все равно латентно антизаконное? Почему он не попытался сломать эти скрепы? как он должен был пытаться это сделать? Я не понял. Что он должен был сделать? Какие-то скрепы он должен был сломать? сломать? Вот он говорил, Клинтон, не торопись, у нас тебя не поймут. Плохо будет. Он же говорил, что еще он может сделать военно с Америкой все должен был сделать. нет, может быть, если мы говорим именно о работе внутри страны, именно о создании новых, принято сейчас говорить, нарративов, вот здесь при Ельце не было сделано недостаточно, чтобы попытаться развернуть общественное развитие России в ее антизападничестве все-таки в сторону Запада. Насколько это было возможно, либо это утопило, на наш взгляд? Я понял вопрос. Я думаю, что Ельин сделал все, что мог. Россия тогда была на сторону. И так достаточно прозападную на антизападную реальность уже в конце 90-х годов. Призовсем позднем Ельце расслабом и при раннем Путине. При зеленом Путине уже как окончательно стал антизападный тренд. Ельце но, я думаю, к нему не передать никаких никаких. Все, что можно было сделать, он сделал. Я помню 90-е годы, антизападного расставления не было. Не было. Это точно я могу сказать. Не было. Николай Карлович, я не... Кстати, возвращаюсь к этому вопросу. К разговору вечера с Клипером был прав. Здесь, конечно, к западу есть претензии. Не надо было терапевтистов. Не надо было широко шагать в НАТО в сторону России. Я понимаю, что случались две. Зачем Европу просил в НАТО. Можно было не торопиться, я думаю. Все было бы наверное проще. Сейчас Россия мне так кажется. Это не оправдывает. Российская руководство во многом объясняет то, что произошло. Николай Карлович, я недавно писал интервью с Натальевичем Потапенко как раз на этой неделе. И Дмитрий Валерьевич Потапенко он высказал точку зрения, что Владимиру Путину в принципе выгодна война. И он будет продолжать эту войну не для завоевания новой территории, а для просто удержания власти. То есть пока идет война, власть у него находится в руках. Вы согласны с этой точкой зрения? Да и нет. Тактически да, потому что война мобилизует народ вокруг власти. Теперь быть оппозиционером значит быть врагом народа, быть антипатриотом. В этом смысле война укрепляет власть и укрепляет власть с Путием. Но это на короткое время. Дальше война на уровне жизни. Сейчас касался на элитах. выгуляет это состояние элит. И там, чем дело кончится, мы не знаем. Это украсно срочно. Я согласен с Патаром, но это долгосрочно. Нет, это не так. Война подорвет власть и несомненно. Война подорвет этот режим. Николай Карлович, вот если оттолкнуться в данном случае от эмоциональной стороны этого дела, хотя это, безусловно, очень сложно сделать, когда гибнут тысячи людей, вот если подняться на такой метафизический уровень, как вы считаете, почему эта война произошла и была ли она предопределена в принципе? Вот на постсоветском пространстве такая крупная война. Хороший вопрос. Как вы считаете? Она, конечно, не делась на пустом месте. Сказать, что она была предупреждена, нельзя. Это было решение конкретных людей, решение Путина, решение мог его принять, а мог его не принять. Иногда мы были говорить, что она предопределена. Понимаете? Вообще, можно сказать, в истории, так произошло, значит, так должно было произойти. Это не так. Человек решил объявить войну или не объявить. Начать он его не объявил. А мог и не начать. И что? Не начать и все. Методами было это было решение Путина. Я уверен в том, именно роль Путина очень велика в этой войне. То есть вы считаете, что в данном случае роль личности в истории больше, чем каких-то там, опять же, словопатерных развитий? Именно так. Именно так. Николай Карлович, вот в декабре исполнилось 100 лет с момента создания Советского Союза. И, в общем-то, считалось, что Советский Союз выполнил свою историческую роль ретроспективно. Почему? Потому что он взрастил национальные государства, республики в их нынешних границах. И, в общем-то, до вот этой войны России с Украиной мы могли говорить о том, что Советский Союз более-менее мирно распался, не считая там Грузии и так далее, и так далее, и там ситуация между Арменией и Забуджаном. А вот как вы считаете, я понимаю, сложно говорить, когда все, что называется на живую, на ретроспективно, на что повлияет вот эта война, как она изменит регион, то, что называлось по Советским пространством, западной литературе? Радикально изменит, радикально. Мы пока не знаем, как именно. Эта война изменит весь мир, в этом случае ближайший к нам мир, географический, а может быть и весь мир. Это большая война, большая, не по объему, а по масштабу своих посредствах. Очень многое изменит. Николай Карлович, все ждут какого-то раскола лит. На мой взгляд, это, конечно, очень иллюзорная история, вряд ли какой-то раскол лит случится, но вы знаете, я среди всех присматриваюсь к Сергею Семеновичу Собянину. На мой взгляд, это тот человек, который делает, выполняет программу минимум, комментируя войну, и старается не забегать вперед, не делать лишних заявлений, которые бы его идентифицировали среди толпы, говорящих на эту тему. Вы согласны с этой точки зрения, что у него есть долгоиграющие цели, именно этим культурное его поведение. Ну, долгоиграющие цели есть, не только у него, но я согласен с вами в вашей оценке. Он серьезная фигура, серьезный пацан. Поговорить о том, с кем у него перспективы рано, потому что это не от него зависит. Из-за того, как лежит карта, она может лечь как угодно. Но он на фигуре серьезная. Нажал подойдет с кем с вами. Серьезная долгрижающая фигура. Насколько понимаете, не у любой фигуры еще нужен ветер в парусах, нужна у датчики. Сколько она будет его сторонить. Не знаю. Он вообще несимпатичный, умеренный человек. Милитаризм. на особи не нравится. На самом деле с обеих. Николай Карлович исполнилось два года с момента возвращения Алексея Навального обратно в Россию. То есть два года с момента того, как он сидит в тюрьме. Время очень быстро летит на самом деле. И опять же, мы оставляем стороне эмоциональную составляющую. Понятно, есть семья, есть близкие, есть сторонники, для которых это действительно очень мучительная история, как лично для Алексея Анатольевича. Вот мы говорим сухо, что называется. Вот это было его решение. Он, как политик, понимал, на что он идет. Он понимал, в каких прилагаемых обстоятельствах ему придется, скорее всего, себя вести. Насколько, на ваш взгляд, он эффективен в тех прилагаемых обстоятельствах, в которые он попал. Насколько он талантлив в тех прилагаемых обстоятельствах, в которых он оказался, как политика, если говорить цинично. Он талантлив, он зелен, но он в тюрьме. За две же свои имена. Он в тюрьме. Он там просидит. Дается, сколько одержится и не все решим. И будет сидеть. Поэтому ему таланты могут не помочь. Хотя сердцем есть с ним, конечно. Человек мужества, человек чести, достоинства, большого силы. Что все будет дальше, мы не знаем. Желаем ему удачи. Николай Карлович, последний вопрос, который я хочу задать, он касается годовщины, которая скоро будет, очередной печальной годовщиной, это 8 лет с момента убийства Бориса Федоровича Немцова, который был убит в феврале, в конце февраля 2015 года. 8 лет прошло. Вы были одним из первых, помню, кто рано утром прокомментировал случившееся. Вы его очень хорошо знали, неоднократно брали у него интервью. Делали интервью, были друзья. объявляемы. Да. И вот, Николай Карлович, как вы считаете, вот, ретроспективно, какова величина все-таки этого политика? Оказался ли он недооцененным? Уже нет. Он был недооценен, сейчас уже нет. Политик большого масштаба, человек большого масштаба, большой человек, сильный человек, красивый человек, как масштабный человек. Конечно, нам его очень не хватает, чтобы внутренней свободы, внутренней неподкупности, внешней неподкупности, бескорыстно, красив, умен, силен. Это колоссальная потеря для оппозиции, вообще, для нашей общественной жизни. Президент Чемчевцев. Красивый человек, за царство небес. Но уже, уже, в эти оценки не приходится. И мы относились так же, как красавчик. Я слышал, не красавчик, он крупный, общественный, политический. Таким давайте эту историю. С большой буквы. Николай Карлович, вот как вы считаете, насколько у вас есть опыт общения с ним, насколько он вообще хорошо разбрался в людях, помятуя о том, что, как минимум, Сергей Киренко, именно он привел к власти, именно он его возвысил, именно он его сделал министром ТЭКа, да и вообще забрал с собой. люди меняются, люди свойственно меняются, тем более резко меняли все обстоятельства. Я думаю, что, может быть, принязательность не была его сильнейшая сторона, но это можно обо-много сказать. Кто-то стал принязатель в кого-в кого не бросить камень, поэтому я думаю, что мы такую претензию приступим, не будем предъявлять мы с вами, я решили не буду. Мога, что в кого-в 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 не разобраться, пойди разберите. И вот самое последнее, как вы считаете, закончится ли война в этом году и вот как вы считаете, будем ли мы в этом году вспоминать с ностальгией в предыдущем году? Ну, с ностальгией точно не будем. В предыдущем году заслуживает ностальгией. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да, что этот год может оказаться более кровавым. не могу. Думаю, что война кончится в этом году. Прогнозы сделать не могу, потому что я не военный эксперт. Война идет на фронте. Я не специалист. потому что война в этом году не закончится. закончится в этом году, но надеюсь, надеюсь, закончится в этом году, но надеюсь, но я не думаю, что все ссором ссором шансов на этом много. Не думаю. Николай Карлович, простите меня, не могу в финале, в самом-самом финале обещала мне спросить. Вот Себастьин Хафнер, немецкий эмигрант, человек, который уехал в 30-е годы из Германии, он опубликовал книгу «История одного немца», и там он говорил о внутреннем испытании, попытке отсечь себя от своей страны, абстрагироваться от своей страны, поскольку это акт какого-то внутреннего предательства с одной стороны, а с другой стороны. Тогда ты не берешь ответственность за те решения, которые принимают то, что у нас. Как вы считаете, каким образом целый народ может разделить эту дилемму, разделить себя и свой с каждым? Не могу говорить о весь народ. Не могу говорить о себе. Я живу в Москве, собираюсь отсюда уезжать. Я говорю с вами, с Москвой. Я считаю, что я противник военной. Считаю, что война была. Сначала была трагедия, позор и ошибка. Страшная ошибка. Ошиба, так известно, больше, чем преступление. Это ошибка, которая ударит по России. И считаю, что патриот России патриот России должен быть против этой войны. И считаю, что патриотом России я против этой войны. Я думаю, что до сих пор когда народ будет со мной, а не с теми, кто западет. А я так думаю. Николай Карлович, спасибо вам большое за это интервью. Николай Карлович, с вами был. Я хочу, 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 мы говорим для украинской аудитории, рассказать, что мне не должно думать все русские враги. Вот еще сейчас, когда складываются в это к памятнику в Леке украинских москвей, к памятнику Тонска, Шевченко, в Фитере, мы знаем, что есть люди. Это не только ничьевские украинцы, я против этого к памятнику за счетов к памятнику народу, братскому, за счет этого братским, и это не пропагандистский штаб, поэтому не назручать всех русских врагами за то, что я хотел сказать. Спасибо большое, Николай Карлович Сванидзе был сегодня с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, поддерживайте канал. Спасибо вам большое, Николай Карлович Сванидзе был сегодня с нами. Спасибо большое, Николай Карлович. Всего доброго.